А к другой теме на этой неделе к берегам Хайфы подошел самый большой в мире американский авианосец Джордж Буш. Принимавший участие в военной операции международных сил коалиции в Сирии, корабль зашел с дружественным визитом в Израиль. Его длина 332 метра, на его борту около сотни самолетов, а два ядерных реактора позволяют ему автономно находиться в море более 20 лет. Экипаж авианосца, включая летчиков, 5,5 тысяч человек. За четыре дня Джордж Буш посетили многие политики, включая премьер-министра. А в американском монстре, как его называют в Израиле, в нашем следующем видео. Это самый крупный боевой корабль в мире. Американский авианосец Джордж Буш. Судно длиной в 332 метра и высотой в 20-этажный дом появилось у берегов Хайфы в минувшую субботу. Последний раз авианосец такого класса заходил в порт Хайфы 17 лет назад. В этот раз пришлось оставаться на расстоянии в 4 километра от берега. Его габариты просто не позволяют такому кораблю зайти в порт Хайфы. Впрочем, есть и другая версия. Такие машины стараются вообще не приближаться к берегу, чтобы не становиться уязвимой мишенью для террористов. Командование Буша это железное правило знает хорошо. До прибытия в Израиль авианосец нес боевое дежурство в Персидском заливе. Принимал активное участие в операции сил международной коалиции в Сирии. Так что недоброжелателей у него на Ближнем Востоке достаточно. Другое дело дружественный и союзный Израиль. В Хайфе до сих пор помнят, как в порт северной столицы в 2000-м входил Джон Кеннеди. Телеоператор Павел Коган был одним из тех счастливчиков, которым тогда удалось получить журналистскую аккредитацию и побывать на борту американского монстра. Событие было необыкновенно праздничное. Кроме того, что это огромный корабль и 5000 моряков приехали единовременно в наш маленький провинциальный город, люди готовились к этому заранее, но знали об этом как это, такими наблюдениями. Потому что не было такой ситуации, как сейчас, когда предупреждают заранее, что прибудет корабль. Никто об этом не знал, нигде об этом не писали, это все военная тайна. Но вдруг мы стали замечать, что в центре города появились здоровые коренастые ребята, в гражданской одежде, молодые, все одинаково очень коротко подстриженными затылками и очень накачанными бицепсами. И они ходили внимательно, присматривали все, что происходит вокруг. И для нас это был, в общем-то, сигнал, потому что каждый раз за несколько дней до визита военного корабля американского вот такие ребята появлялись в центре города. На израильских журналистов, по словам Павла, Джон Кеннеди тогда произвел колоссальное впечатление. Впечатление, что приехал просто город, как завод готовый. Меня поразило то, что на этом корабле были тренажерные залы, и эти моряки, эти все очень атлеты такие занимались, там всякой физкультурой тягали, какие-то штанги. Мне это было очень интересно. Огромные стояли со сложенными крыльями самолеты на палубе, что для меня тоже было удивительно. И еще, что было, меня поразило, что на корабле было очень жарко, и ни в одном из помещений, практически ни в одном, не было кондиционера, не было никаких охладительных установок. Сегодня все по-другому. 40-градусная ближневосточная жара уже не помеха для 5,5 тысяч человек, ежедневно несущих службу на авианосце. На самом корабле легко заблудиться. А чтобы его полностью обойти, специалисты говорят, потребуется не менее недели. К слову, в этом лично убедился премьер-министр Израиля Бенемини Таньягу. На палубу Буша Биби прибыл на израильском военном вертолете вместе со своей супругой Сарой. Авианосец Джордж Буш по своим возможностям сильно превосходит предшественников. Это бронированные стекла, новые радары, современные коммуникационные установки и полуавтоматические системы контроля и подачи авиатоплива. Уже в среду огромная машина снялась с якоря и через несколько часов исчезла за горизонтом. По мнению израильских обозревателей, прибытие Буша к берегам Израиля было больше, чем просто визит вежливости. На фоне растущих угроз в регионе Иерусалим и Вашингтон таким образом сверили часы. Ведь никогда не знаешь, когда начнется следующая война на Ближнем Востоке. Евгений Сава, Владимир Плотки. Специально для программы «Израиль за неделю». Евгений Сава, Владимир Плотки. Специально для программы «Израиль за неделю». Продолжение следует...